На приеме у одной из Брестских поликлиник пациентка выкрала лековые рецепты, которые лежали на столе врача. После женщина сама выписывала себе демидрол. Выник – криминальная справа. В ходе проверок выяснили, рецепты с оправдой были подробными. Женщине выяснили покарание в виде одного года по избавлению воли с отбыванием в колонии огольного режима. Таким образом, она совершила это преступление неоднократно. В течение ноября 2018 года суд ее признал виновной в совершении преступления предусмотренного частью первой, частью второй статьи 380 Уголовного кодекса подделка официальных документов, либо иных документов, которые предоставляют права, связана с назначением наказания максимального до трех лет лишения свободы. На доследование экспертом нередко поступают документы с предметами подробки. Первоважно, это медицинские справки, рецепты, сертификаты техничного огляду посвечены об регистрации транспортных сроков. Документы, которые выкликают сомнение у своей соправности, одразу же попадаются на техничную экспертизу. У залежности от своей давнины, те якости подробки специалист дает заключение уже праздникальки годин, а буден. Как правило, злоумышленники самостоятельно вносят изменения в документы, например, путем почистки, дописки, травления, в цели получения для себя определенных благ. Как правило, в экспертной практике встречаются документы с почисткой и последующей допиской. Что касается рецептов, которые также встречаются в экспертной практике, то преимущественно злоумышленники стараются изменить дозировку того или иного препарата, а также изменить само название препарата. Эксперты отзначают, что частей за УСУ Брестской области подробленные документы выявляются в Пинском регионе. Татьяна Ихнатовец, Александр Севицкий, Телерадио, компания Брест.